В том, что арт-центр Ника является именно арт-центром, а не галереей, доказано прямо и бесповоротно. И не только выставкой великого и ужасного Александра Вабеля, но и проектом. Фауст. В чем сможет удостовериться каждый, сумевшись забраться на седьмой этаж центра Афины? Фаустом назвался Алик Богатырев. Длинный и эпатажный персонаж, который обустроил светопредставление или детскую комнату для взрослых. Там выложены коллажи и составлены объекты из несочетаемых останков жилищных украшательств периода СССР. Видимо, под девизом «Как молоды мы, Сергей Костин и Богатырев, были, и как молоды мы, Богатырев, остались». Романтика с запретных лет и тем, духоборческие поиски тех времен – все здесь. Становится отчетливо, видно и понятно, что автор Аки Фауст, то есть алхимик, все смешивает в надежде добыть золото знаний. И если Костин сумел, захотел стать общественно полезной личностью, то Фауст Богатырев не по-богатырски, а из привычки причисляет себя к сопротивленцам всему и всем. Стихи его читает собственного изготовления, сумбурные коллажи и объекты составляет, а затем взял, да и нахимичил видуокартинку некую. А в силу ее несостоятельности пустил поверх собственных же коллажей, а затем еще и звукоизвлечением зрителей истязал. Словом, свето-представление состоялось в полной мере, как и было заявлено. Смешение всего совсем в надежде, что посетители какой-то смысл в том, да найдут сами, если постараются, дело уже привычное у нас в городе и в стране. Однако, этот удивительный эксперимент воспринимается свежо и даже с симпатией на фоне всеобщего засилья изобразительного искусства, исключительно как живописного. Холст, масло, масляное.